Итак, уже завтра планируется участие Нурсултана Назарбаева в саммитах БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. В столицу Башкортостана съезжаются лидеры 15 стран. Как УФА готовится к этим важным мероприятиям и почему два саммита решено провести практически одновременно и в одном месте, об этом расскажет Даниил Рамазанов. Повышенные меры безопасности, полицейские почти на каждом углу и автомобили только по спецпропускам. УФА встречает участников саммитов БРИКС и ШОС. Сразу два таких крупных международных мероприятия Башкортостан за всю свою историю принимает впервые. Большая строительная площадка. Именно так говорят о своем городе сами уфимцы. Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС здесь началась еще зимой 2013-го. В городе практически заново был отстроен аэропорт, реконструированы концертные залы и театры. Только в этом году в Уфе появилось 7 новых гостиниц, а еще были отремонтированы дороги и парки со скверами. Но подготовительная работа, по словам руководства Республики Башкортостан, велась не только в инфраструктурном плане. Кроме того, нужно сказать, что мы за эти 2-3 года позиционировали УФУ в странах ШОС и БРИКС. Мы делали презентации нашей республики, нашей столицы Республики Башкортостан. С успехом такие презентации прошли в посольстве Казахстана в 2012 году. И в 2013 году глава Республики Руслан Закеевич сам участвовал в днях Республики Башкортостан, которые прошли в Астане. Поэтому я уверен, что действительно для Уфы это большой шанс, для Республики Башкортостан это большой шанс, чтобы как можно больше наших коллег узнало, что такое сегодня современный Башкортостан. Из центра регионального в международный. В конгресс-холле современного Башкортостана в ближайшие дни будут приниматься глобальные решения. Именно за этим столом мировые лидеры обсудят экономические и политические вопросы. В их числе торговые преференции между странами БРИКС, принятие стратегии развития обеих организаций и возможное расширение шанхайской организации сотрудничества. Индия и Пакистан из статуса государственных наблюдателей могут перейти в полноправные члены ШОС. И Индии, и Пакистану, если то решение, о котором мы с вами говорим, примут главы государств, предстоит пройти достаточно продолжительный путь по присоединению к тем 28 документам, важнейшим документам для организаций, которые определяют и обуславливают масштабы, глубину и перспективы взаимодействия государственных членов, государственных основателей организаций. Привлечение к себе внимания и инвестиций. Именно с такой целью руководство республики решило провести эти саммиты на своей территории. В числе наиболее перспективных партнеров здесь все чаще поглядывают на соседний Казахстан. У нас вполне понятно, что с рядом областей Казахстана совпадают, ну скажем так, экономические форматы. Нефть, нефтепереработка, нефтехимия, химия. Мы связаны с сырьевыми потоками. Сегодня, кроме того, обсуждаем тему совместного строительства содового комбината в Казахстане при помощи наших коллег российских. И такие проекты есть. Поверьте, есть и продовольственные вопросы, вопросы, связанные со строительством инфраструктуры и так далее. То есть, вот просто нужно серьезно и подробно всеми этими вопросами заниматься. Ну а вот более серьезно и подробно этими вопросами Казахстан и России займутся не только на саммитах ШОС и БРИКС, кстати, проведение которых практически одновременно и в одном месте обусловлено тем, что именно Россия сейчас председательствует в обеих организациях. Диалог будет продолжен и на традиционном форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который должен пройти именно здесь, в столице Башкортостана, в сентябре этого года. Дания Рамазанов, Бахтиярзаев, Шеноз Агбурамбаев из Уфы, 24 Кезе.